Всех приветствует канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Gagadget.com В сегодняшнем мега обзоре мы рассмотрим Asus ZenBook 15 Компактный ноутбук с GeForce GTX 1650 и процессором Intel 10 поколения Итак, поехали! В продажу постепенно начинают поступать ноутбуки на новых процессорах Intel 10 поколения В сегодняшнем видео мы рассмотрим обновленный Asus ZenBook 15 Герой сегодняшнего обзора отличается от моделей 13 и 14 дюймов не только обновленным процессором и диагональю экрана Внутри установлена более мощная дискретная видеокарта Да и конструктивно 15 дюймовый ZenBook имеет ряд отличий Итак, в этом видео мы рассмотрим, что это за аппарат, чем он интересен, что в комплекте, как выглядит и качественно ли собран он Насколько удобно пользоваться данным ноутбуком, на что способна функция ScreenPad 2.0 Насколько хороший экран, что с производительностью, автономностью и звуком И в конце мы подведем общий итог по данной железяке Итак, поехали! Вопрос, что это за железяка? Asus ZenBook 15 UX 534 FT Это флагманский металлический компактный ноутбук С экраном 15,6 дюймов, IPS, процессором Intel 10-го поколения, памятью до 16 гигабайт, быстрым SSD накопителем, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q И совмещенным с тачпадом дополнительным экраном ScreenPad 2.0 Неплохо! Следующий вопрос Чем интересен Asus ZenBook 15? Итак, к нам на обзор приехал Asus ZenBook 15 UX 5034 FT С новым 4-х ядерным процессором Intel Core i7-10510U Семейство Comet Like с тактовой частотой 1,8 ГГц И турбо-бустом до 4,9 ГГц О нем мы поговорим более детально чуть позже в нашем видеоролике За графику в ноутбуке отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GTX 1650 4 ГБ имеет GDDR5 в дизайне Max-Q Это не самое производительное решение, но для ультрабука более чем внушительно Оперативная память 16 ГБ, а в качестве накопителя используется быстрый PCI-NV-ME SSD объемом 1 ТБ Ноутбук выпускается с Full HD или 4K IPS экранами К нам приехала конфигурация с 4K Есть полноразмерные USB и HDMI порты SD-карт-ридер и инфракрасная камера для распознавания владельца по лицу Корпус традиционно сделан из металла А вместо обычного тачпада используется ScreenPad 2.0 Это дополнительный сенсорный дисплей, который совмещен с тачпадом Следующий вопрос, что в комплекте? ASUS ZenBook 15 поставляется в коробке серого цвета средних размеров Внутри ноутбук, блок питания на 120 Вт Силовой кабель, традиционный для нерейки чехол-конверт на липучке Переходник, USB, Ethernet и документация Все в принципе Ну а теперь качество ли он собран и как выглядит? Внешность и конструкция ноутбука на первый взгляд Не слишком отличаются от моделей ZenBook поменьше Да и прошлогодние модели выглядят приблизительно так же Тот же металлический корпус темно-синего цвета Концентрический рисунок на крышке Золотистые акценты Акценты расставлены, будем говорить так Конструкция ErgoLift И уже знакомый нам по 14-дюймовой модели Дополнительный экран TouchPad ScreenPad 2.0 Только габариты чуть крупнее Выглядит хорошо и дорого С другой стороны, есть ощущение, что это мы все уже где-то видели Хотелось бы чего-то нового Компоновка портов и функциональных элементов несколько отличается На левом торце у ноутбука разместилось 3 отверстия системы охлаждения Один USB 3.0 Type-A И комбинированный 3,5-миллиметровый аудиоразъем Справа светодиодные индикаторы Слот для карты microSD Следующий идет разъем USB 3.0 Type-C до 10 гигабит Следующий разъем USB 3.1 Type-A до 10 мегабит HDMI разъем и разъем для блока питания Как можно заметить, по-прежнему поддержки Thunderbolt и питания по USB Type-C так и нет Что, конечно, печально На передней грани есть небольшой вырез На заднем торце вентиляционные отверстия, логотип линейки и две резиновые ножки На них ноутбук стоит в открытом состоянии Конструкция нижней крышки также осталась практически без изменений Круглые прорезиненные ножки, сетки стереодинамиков и отверстия для забора холодного воздуха с системой охлаждения В разных конфигурациях используются экраны с антибликовым покрытием или защитным стеклом У нас как раз последний вариант Рамки по периметру экрана тонкие 3 мм по бокам, 6,4 сверху, 4,5 снизу Действительно впечатляет В верхней части разместились уже привычный для ZenBook набор из микрофонов, веб-камеры и инфракрасный датчик для определения лица владельца Ноутбук получился весьма компактным, как для 15,6 дюймового модели Размеры 354х220 и на 18,9 Вес 1,65 кг Вес модели с антибликовым экраном на 100 грамм меньше Asus ZenBook 15UX534FT без проблем помещается и транспортируется в любом стандартном отделении для ноутбуков И не слишком оттягивает рюкзак По конструкции все хорошо Ноутбук не поддается сгибанию или скручиванию Ну а теперь переходим к рассмотрению следующего вопроса Насколько удобно пользоваться ноутбуком? Одной из особенностей большинства компактных ноутбуков Asus последних пару лет Это конструкция ErgoLift Благодаря которой нижняя часть поднимается и находится под углом 3 градуса к нижней плоскости Это позволяет улучшить забор воздуха для системы охлаждения и дать больше места динамикам При этом дисплей можно открыть на 141 градус Довольно-таки неплохо Раскладка клавиатуры отличается от более компактных моделей Благодаря большим габаритам удалось установить полноразмерную клавиатуру с отдельным цифровым блоком Уменьшенные по размерам верхний ряд функция Home, End, Patch Up, Patch Down совмещены с клавишами F9, F12 Отдельные имеются клавиши Print Screen, Insert, Delete и кнопка питания в конце ряда Комбинация функции Plus Escape переключает режим работы функционального ряда кнопок Оба шифта длинные, одноэтажный Enter, блок стрелок уменьшенной высоты Ход кнопок примерно 1,4 мм Ход в меру мягкий, но чувствительный и неформативный Также есть трехуровневая подсветка на клавиатуре ScreenPad 2.0 представляет из себя сенсорный экран с диагональю 5,65 дюйма И с хорошим разрешением Full HD Plus Он может работать в режиме обычного тачпада При этом чувствительность очень хорошая, как и само покрытие Благодаря этому он весьма удобен Ну а теперь следующий вопрос Что умеет ScreenPad 2.0? Это, скажем первое, это сенсорный 5,65 дюймовый дисплей Соотношением сторон 18 на 9 и разрешением 260 на 1080 точек Прекрасный показатель Он распознается системой как дополнительный дисплей Но с дополнительной оболочкой для более удобного управления Прикольная штука, очень современная и очень злободневная Ну а теперь давайте разберемся с дисплеем Программная оболочка ScreenExpert в целом не изменилась функционально со времен обзора 14-дюймового ZenBook Но получила официальную украинскую локализацию Это тоже очень хорошо На ScreenPad 2.0 можно перетянуть любое окно или приложение с основного экрана Плюс есть несколько собственных полезных инструментов и адаптированных приложений Итак, на большом экране при перетягивании чего-либо появляются две иконки Одна отвечает за перенос приложения на нижний экран Вторая за закрепление в быстрых приложениях ScreenExpert Основной рабочий стол ScreenExpert и стандартный набор приложений Он состоит из утилиты для Word, Excel и PowerPoint Диспетчера приложений, цифровой панели и панели QuickKey с быстрым доступом к частым операциям Которые обычно совершаются с помощью комбинаций кнопок Также есть стандартный набор А также можно добавлять сюда свои собственные Включая отдельные для разных приложений В настройках можно отрегулировать яркость, разрешение ScreenPad Включить режим энергосбережения Изменить частоту обновлений И посмотреть инструкцию по использованию К работе, удобству и стабильности интерфейса ScreenPad 2.0 вопросов не возникло Все работает быстро, без глюков и багов Насколько он практичен и необходим, это вопрос другой и исключительно индивидуальный Ему можно найти массу применений Начиная с перемещения на ScreenPad 2.0 музыкального плеера или мессенджеров И заканчивая панелями инструментов в приложении Но, как мне кажется, пользоваться этим будут лишь часть потенциальных владельцев А теперь давайте разберемся, насколько хорошо работает экран Итак, в ноутбуке используется 15,6 дюймовый IPS дисплей с разрешением 4К 3.840 на 2.160 С защитным стеклом Конечно, есть конфигурация с Full HD и антибликовым покрытием Но у нас на нашем обзоре 4К Визуальный экран великолепен Картинка очень насыщенная и яркая, с отличными углами обзора Обратная сторона модели 4К несколько снизит автономность вашего аппарата Ну а теперь ключевой вопрос Что с производительностью, автономностью и звуком? Итак, для начала пару слов о новых процессорах Intel 10-го поколения С ними интересная получается ситуация Intel выкатила сразу два семейства, которые будут жить параллельно Это Comet-like и Ice-like Первое семейство – своеобразная пластическая подтяжка процессоров предыдущего поколения Тот же 14-нанометровый техпроцесс Чуть выше частоты, та же интегрированная графика Эти процессоры будут с буквой U в модели Ice-like значительно интереснее Они производятся по новому 10-нанометровому техпроцессу Распознать можно их по букве G в маркировке Некоторые модели получат новую, более производительно встроенную графику Intel Iris Plus Модели G7 – это 64 исполнительных блока G4 – 48 исполнительных блоков G1 получат графику попроще Intel Ultra HD Graphics с 32 исполнительными блоками К сожалению, пока на Ice-like ничего в продаже нет Модели с Comet-like уже начали появляться И наш Asus ZenBook 15UX534FTC Получил 14-нанометровый четырехъядерный процессор Intel Core i7-10510U С поддержкой 8 потоков хипертрейдинг, 8 мегабайт смарт-кэш и так далее Тактовая частота 1,8 ГГц и имея частотку в режиме Turbo Boost 4,9 ГГц Так что фактически мы имеем самую малость улучшенную версию Intel Core i7-8565U Встроенная графика Intel Ultra HD Graphics работает на той же частоте до 1150 МГц Дискретная видеокарта NVIDIA GTX 1650, 4 ГБ GDDR5 в дизайне Max-Q То есть с пониженным энергопотреблением и сниженными частотами Конкретно это 1020-1245 МГц Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ LPDDR3 Частотка 2,133 МГц Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 на микросхеме Intel AX201 Это очень хорошо И наш любимый Bluetooth 5.0 Asus ZenBook 15UX5034FT-C Это не игровой ноутбук, но и с графикой справляется весьма неплохо Так что производительности для фоторедактирования или базового видеомонтажа вполне достаточно Разница же в производительности между Intel Core i7-10510 и Intel Core i7-8565 минимальна Идем далее В ноутбуке установлен очень быстрый SSD производства Samsung NVMe на 1 ТБ Накопитель очень шустрый Максимальная скорость чтения 3500 МБц А записи около 2400 МБц Самсунг использует свое понимание кэша И используется быстрый кэш для данного гаджета Очень хорошая штучка Ну а теперь автономность За автономность отвечает 8-миэлементный аккумулятор на 71 Вт-час Полная зарядка занимает чуть более двух часов Разработчики обещают почти 15 часов работы В реальных же условиях получается само собой меньше Итак, в офисном режиме, с подключением по Wi-Fi, использованием браузера, почты, мессенджеров И сравнительно невысокой яркости экрана около 50% Ноутбук выдерживает около 8 часов работы без подзарядки Нормальный результат При этом ScreenPad 2.0 используется в качестве обычного тачпада Звук Встроенные стереодинамики весьма неплохие Запас громкости есть для фильмов и видео подойдет Для музыки чуть не хватает низких частот Но это закономерно Из полезного программного обеспечения есть программа Mew Asus Для настройки и обновления ноутбука И программа Audio Wizard для настройки звука Тоже хорошая вещь Ну и по окончании нашего видоса и мега-обзора Давайте подведем итог Итак, Asus ZenBook 15UX5034FTC Это по-прежнему сильный металлический ноутбук компактных размеров Конечно, в 15,6-дюймовом форм-факторе, разумеется При этом он получил весьма производительное железо И современную, достаточно мощную дискретную видеокарту И шикарные яркие 4К-дисплей Ноутбук подходит не только для офисной работы в дороге А и вполне потянет фоторедактирование и видеомонтаж Да и в игре поиграть тоже получится А в качестве бонусов предлагает совмещенный с тачпадом Дополнительный экран ScreenPad 2.0 Которому тоже можно найти массу хороших применений Плюс присутствует приличное количество полноразмерных портов Включая кардрида для карт памяти SD Несколько, конечно, расстраивает, что при всей современной вот этой вот начинке Ноутбук так и не обзавелся поддержкой Thunderbolt И питание по USB Type-C Что было бы весьма удобно Ноутбук пока не поступил в продажу Но есть схожая конфигурация с предыдущим процессором i7 И стоит она чуть больше 50, ребятки, тысяч гривен Для Украины это дорого Умножаем эту цену на 2 примерно и получаем российскую цену Так что ждать новинку дешевле явно не стоит Ну и теперь самое интересное Это 5 причин купить Asus ZenBook 15UX534FTC Первое. Компактный легкий металлический корпус В своем классе, да Шикарный дисплей, это мы видим Высокая производительность Наличие полноразмерных портов Вот это вот очень хорошая и правильная вещь Ну и длительное время автономной работы Ну а теперь самое интригующее Это две причины не покупать данный аппарат Первое. Нет зарядки по USB Type-C И поддержки Thunderbolt Но это не причина Ну и вот самое, конечно, расстраивающее нас Это высокая стоимость аппарата Но все-таки аппарат интересный И на нашем канале выбор есть Это канал Компьютерная Академия И наш партнер Gagadget.com Не скучный сайт А современной техники Я думаю, данная информация была вам полезна Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки Смотрите наши еженедельные стримы С нами будет интересно Интересно